Крути руль, я тебя сниму, Ваня. Садись в машину. Ну-ка, давай маму повезёшь. Ух ты, Ваня за рулём. Ух ты, как Ваня руль крутит. И крутит, крутит, крутит руль. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас будет, как всегда, ежедневный блог. Но сегодня он у нас ещё плюс и праздничный. Сегодня Ванюсике у меня исполнилось 8 лет. Стал уже совсем-совсем взрослый. Он у меня здесь бегает весь на ажиотаже. Ждёт праздника. Но праздник, собственно говоря, у нас будет нехитрый. То есть придёт, как всегда, придут все мои родные. Это первое. А второе Ваня ждёт в гости своего друга Мишу. Ну, я не знаю. Они, знаете, как всё время обещают. Но потом какие-то обстоятельства им мешают до нас дойти. Надеюсь, что сегодня они всё-таки придут. В общем, для детей всё гораздо проще, чем для взрослых. Потому что им можно заказать еду из Макдональдса. В общем, у Андрея есть какие-то контакты. Фирма какая-то возит. Ваня, как фирма эта называется, которая возит из Макдональдса еду? Девинный клаб. Как? Девинный клаб. В общем, клаб. Что-то там с клабом связано. В общем, там очень просто всё заказываешь, и тебе в течение 30 минут привозят. Для детей это спасение. Почему? Потому что взрослые любят вкусную, здоровую, полезную пищу. Не все дети любят вкусную, здоровую пищу. Особенно в праздник. В праздник им нужна картошка фри, гамбургеры и наггетсы. Это вот предел желаний и возможностей. Ну, а для взрослых, что я буду готовить, я сейчас вам покажу. Так что день с нами. Поехали. В общем, праздник всегда для всех, кроме мамы. Потому что готовит всегда, разумеется, мама. Значит, что я сделала? Я сделала, пожарила вот такие вот сухарики. Это у меня будет для салата Цезарь. Я вчера заморочилась с приготовлением соуса для салата Цезарь. Значит, помимо Цезаря у меня сейчас будет морковочка с чесноком и с майонезом. Это, знаете, такое коронное блюдо, которое все любят и всегда оно съедается. Вареная картошечка. Картошку я уже подготовила. И, 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 и. Сейчас покажу вам, что у нас в холодильнике. Внимание, приоткрываю завесу. Ваня, решили мы с Ваней приготовить желе. Ваня очень-очень любит желе. Вот такое вот желе у нас получилось. Очень вкусное. Вот этот вот сок не очень понравился, потому что он, знаете, с чем идет? С кусочками уже фруктов. И вот такая вот консистенция у него получается. Но он вкусный, но сам сок горчит. И поэтому как бы на любителя. Кто вот такую горчинку любит, тот любит. А вот с вишневого сока получилось просто изумительно. Смотрите, какая красота. Вчера он не сильно застыл, сегодня он застыл сильно. И Ване настолько это понравилось, что я сделала ему такой вот торт из желе. Тоже с ягодками, но ему, конечно, еще застывать и застывать. Так, у нас ничего не меняется. У нас все, как всегда. Дарья сидит, которая уже сегодня съела порядочно мясо, но она хочет еще. Значит, вот такие вот листья салата я взяла для Цезаря. Сейчас я их замочу в холодной водичке. Промою. Что там у тебя, Павла? Так. Потом, знаете, вот что хочу сказать? Цельнюшка, она уже символ прошлого года. Ее надо как бы... Ее надо разбить, да? Так, потом, знаете, что прям так я разочаровалась. Вчера ходила и искала пармезана. В общем, итальянского у нас не нашла пармезана. Был русский и был вот такой вот белорусский. Вот белорусский не порадовал, потому что это не пармезан. Пармезан это твердый сыр, а здесь, ну, он больше, знаете, на гауду похож, чем на пармезан. Поэтому, как бы, салат получится все-таки не с тем сыром, который нужен. Вот прям удивительно, хотя не дешевый. То есть, вот этот вот кусочек сыра стоит 287 рублей. 287 рублей, написано, что 45% сухого вещества, но нет здесь 45%, ну, в общем, не знаю, не то это, не то. Так, далее. У меня есть вот такая вот курица. Из курицы что я сейчас делаю? Какая-то часть пойдет на салат Цезарь, а какую-то часть я сейчас запеку вместе с грибочками в духовке. Ну, и плюс мое коронное блюдо, которое я очень люблю делать, оно проще всего делается. Это корейка свиная, бескостная. Делается она вместе с сыром, вместе с помидорчиком. Вот свининку замариновала я с соевым соусом и с луком. Сейчас тоже отставляю все это в сторонку, начинаю заниматься салатом. Ваня проголодался. 11-2, Ваня, подожди, сейчас все сядем за стол и будете идти в теле. Значит, что я делаю сейчас? Обжариваю с руком грибы в течение 15 минут. Сейчас я их обжарю. Это у меня такая, знаете, будет подушка. Подушка будет для куриных отбивных. Сейчас я буду подготавливать куриные отбивные, а в это время у меня обжарятся грибочки вот таким вот образом. Грибы, кстати, такие там очень хорошие. Я их посолила. Лук, грибы, более ничего. Куриное филе я отбила и сверху вот эту вот смесь из грибочков и лучка укладываю на мяско. Слушайте, такая красота, как это пахнет, все вкусно. В общем, таким вот образом на каждый кусочек по чуть-чуть должно попасть. Вот такая вот красота у меня получилась. Теперь на 180 градусов духовку на 15 минут. Я все это сокровище убираю, потом еще сверху будет сыр. Далее я подготовила вот такую вот уже нарезанную курицу, куриное филе. Посолила ее и залила растительным маслом. Под солнечным растительным маслом. У меня есть коворода уже у меня раскаленная, она без масла. И я сюда высыпаю вот свои кубики куриные. Ну и сейчас обжарю их. В общем, до выступления корочки, где сейчас такая вот корочка появляется, чтобы белок сворачивается. Вот, курочка у меня сейчас будет жариться. Далее. Что я делаю далее? Вы знаете, рецептов приготовления, мне кажется, Цезаря тоже великое множество. У каждого свой рецепт. Вот кто-то делает так, кто-то делает иначе. Кто-то вот, вот этот, допустим, у меня салат московский. Кто-то сюда делает салат Романа. Романа, неправильно я говорю, знаете, как и делаешь, и говоришь. Но вот Романа, он очень крутящий, очень скучный. У меня есть меч! Вань, ну перестань. Но я его не нашла вчера, Роман. Поэтому я взяла вот такой вот. Ваня уже все наелся, он уже праздновать день рождения не будет. Вот так. Сочный-сочный у нас салатик. Корочка, слышите, шипит. Таким вот образом я его порвала. Ну, знаете, в Романа еще такой стебель, мне кажется, жестковатый. Вот мне это не очень нравится. Но это, опять же, дохимает каждому свое. Так, посмотрим на курицу, на нашу. Видите, она уже поджарилась с обратной стороны. Сейчас уже нужно будет скоро ту, которую в духовке доставать. И сверху сыр подолгладывать. Так, немножечко здесь перемешала. Порежу пока сейчас помидорки черри. Ну, вот так вот уже, смотрите, как красиво получается. Вот, курочка у меня потемнела. Куриное филе, знаете, где-то минут приблизительно 10. Но я все смотрю на глаз делаю. Я вот вижу, что уже, да? Сейчас я возьму кусочек, попробуем. Сейчас попробуем вместе с вами. Прожарилась. Прожарилась. Засыпаем всю нашу курицу сюда. Видите, какая прелесть получается. Засыпаем сыром. Вот сыр с сыром не повезло. Ну, ладно, что делать? С соусом мне страшно, я не знаю, я попробую. Страшно что? Что вдруг яйца, так, у меня кривой штатив, поэтому будет немножко криво. Слушайте, ну соус офигительно вкусный. Он реально вкусный. Несмотря на то, что он жидкий, а может быть он жидкий и должен быть. В общем, заливаем. В общем, я купила же готовый соус, который тоже называется «Цезарь». Слушайте, ну это небо и земля, вот если приготовить самостоятельно и купить покупной. Реально, реально вам говорю. То есть, вот я сейчас пробовала покупной, думаю, мама, не горюй. Его есть невозможно. А вот это вот такая красотень получается. Все еще дополнительно мы сдавливаем с сыром сверху. И уберу я сейчас пока что это в холодильник, потому что гости еще только через час придут. Вот уже, слышите, курица там готова. И еще дополнительно добавлю сюда сухарики. Пока добавлять не буду, чтобы они у меня не размокли. В самую последнюю очередь. Курица, грибы, очень сытно. Вот российский сыр. И еще сверху дополнительно сыром посыпаем всю эту курицу. И еще сейчас буквально на 10 минуточек в духовку посмотрим все это под шубой, под сыром. Будет очень-очень вкусно. А знаете, какой аромат грибов? Неповторимый аромат грибов сейчас. Ну, конечно, вот кто грибы не любит, это да? Но тот, кто грибы не любит, тот будет у нас есть свиные отбивные. Убираем. Еще на 10 минут в духовку достаем еще один дополнительный поднос. Наш поднос поливаем щедро маслом. У меня масло, я еще раз говорю, любимое растительное подсолнечное. Кому какое нравится, мне нравится оно. Таким вот образом я тоже укладываю отбивные. Ух ты! Поднос-то нагревшийся. Вот такая вот красота у нас получается. И мы их убираем тоже в духовку, тоже точно так же на 180 градусов. У меня там, правда, сейчас и курица делается, и одновременно будет делаться свинина. Такие вот, видите, какие отбивные получились. С сыром, с жару, с пылу. Красота! Картошечка уже закипает. 25 минут. Нужно посыпать мясо сыром. Вот так вот я достала. И сейчас еще на 10 минуточек в духовку. Первая у нас пришла бабушка. Ну, понятно, что самая первая мы с Андреем поздравили. Андрей, вон Ваня, видите, какой шар сегодня притащил. Принес. А бабушка принесла шар. Я думала, что, Ваня, ты уже вырос из этих шариков. Можно. И даже я не думала, что тебе это нужно. Давай, чтобы ты сейчас здесь не сорил, пойдем там откроешь, а? Пойдем. Ты же умеешь их хорошо открывать. Давай. Ну, и уже сейчас все у меня подтягиваются. В общем, вот такой вот в итоге у нас стол получился. Салатик. Отбивные. Картошечка. Сейчас мне еще чуть-чуть осталось доделать помидорчики. И торт. И торт. И торт. Вот он. И вот этот вот тортик очень Ване понравился. Взяли мы ему. Сейчас он будет с нами пить чай. Мы будем есть. Пусть. Ты сам хочешь читать или дедушка тебе прочитает? Пусть все удается. Пусть все получается. Пусть все удается. Все получается. Планы в реальности легко воплощаются. О. Планы в реальности. Планы в реальности. Машина какая красивая. А это ты собирать, Ваня, будешь, да? Сам будешь самостоятельно собирать? Наверное, с папой. С папой? А потом, мама, я ее разберу и буду делать. И будешь бросать по всей комнате. Не, не буду делать другие. Ладно, пойдемте все за стол. Ваня, у нас уже торт уминает, потому что ребенку, по-моему, кроме торта ничего не надо. Ну, а у нас вот так вот все. Я буду сейчас пробовать отбивные. Так, а я просто так долго готовила вот эту курицу вместе с грибами. М-м-м, вкусно? Угу. Хочешь пробовать? Я не хочу. Здорово, оно того стоило. Слушайте, первый заход прошел. Вы знаете, я понимаю, что я с возрастом эти праздники начинаю не любить. Не любить праздники. То есть я люблю праздник только в одном случае. Если я куда-то на этот момент уезжаю. А если я отмечаю дома и мне нужно готовить, потому что вот сейчас уже стол чистый. Работает посудомоечная машинка. Сейчас там вся эта посуда моется. Но сейчас будет заход номер два. Потому что сейчас приедет Миша. А Миша-то, значит, сейчас привезут массу. Там сейчас, наверное, муж закажет в Макдональдсе всяких вкусняшек для детей. И начнется разгром дома по полной программе. Ну, был вариант поехать куда-то. Но все знают, что сейчас повышенный эпидемпорог по Москве, по Московской области. То есть в школе они не просто так были на карантине. Ясное дело, что это никоим образом не связано с коронавирусом. А связано это с тем, что просто обычный ОРВИ. Поэтому ехать в какие-то массовые скопления, места, места массовых скоплений людей не хочется. Ну, потому что Ваня и так он как бы из одной болезни в другую. Поэтому решили отмечать все это дело дома. Смотрите на Ваню. Ваня бегает с шариком, сражается. Это он пока что бегает один. А я не представляю, если сейчас их будет двое, потом трое, четверо. Это вообще по-моему. После вчерашнего праздника остались у нас только цветы. Цветы и до сих пор стирающая посудомоечная машина. Слышите звуки? В общем, это что-то с чем-то. Вчера у нас гости шли в три захода. Сперва родители, потом друзья, потом еще друзья. Сниматься, разумеется, никто не хочет, никто не любит. Не дай бог никого не покажи. Но и, честно говоря, самому снимать не особо охота. Но у Вани сегодня уже опять Миша по программе. Спать пошел, что ли? В общем, комнату вчера разнесли в пух и прах. Вот в этой комнате это что-то с чем-то. То есть все игрушки были выброшены на пол. Я кое-что там сегодня убрала. Вот сейчас хожу. У меня следующий день после дня рождения – это день уборки. Потому что валяется, в принципе, все. Ване тоже подарили лего. Хотя я говорю, что ему уже лего, в принципе, дарить нельзя. Потому что весь этот лего, он весь валяется по всему дому. Вот эти вот мелкие детальки. Вы даже представить не можете, насколько они опасные. Когда они валяются где-нибудь на ковре, на полосе. Ты идешь, ты ее не видишь, и ты на нее наступаешь. И это очень больно, хочу сказать вам. Вот они. Набор вчера был этот большой. Весь здесь. С магнитами, с машинами. Ой. А самая вот эта вот страшная штука. Это пистолет. Они нашли вчера этот пистолет. Они стреляли, вчера бегали по всему дому из этого пистолета. В общем, Дашка была в шоке. Дашка спасалась. Мы спасались. Да, Даш? Скажи, столько же нельзя. Подушки вот здесь вот все летали кругом. В общем, диван бедный. Я не знаю, как он пережил. Потому что на нем прыгали и скакали. И это что-то с чем-то. В общем, я чувствую, что после такого дня рождения нужно долго-долго восстанавливаться. Я даже сейчас не верю, что сейчас тихо, спокойно. Слушайте, там Миша, он кого-то убивал. Здесь Ваня кого-то убивает. Вот таким вот образом они играют. Миша у него там присутствует. В какую игру играете, Ваня? В Роблокс. Это что-то с чем-то. Они сошли с ума. Ладно, давай в двух словах день рождения у тебя. Как? Восемь лет стал взрослее. Подарки класс. А при чем здесь подарки? Тебе вот понравилась сама организация, как вы вчера носили здесь? Бегали, прыгали. Да, мне понравилось. Вот что лучше было бы, пойти куда-то на это время? Или вот дома вы поносились, побегали? Там Макдональд вчера заказали огромное количество. Дома вы поносились, побегали. Ну дети практически, кстати, ничего не ели. Они очень-очень мало ели. Следующий день рождения как хочешь, чтобы прошел? Тоже так же. Тоже так же. Ну Ваня, он, видите, как-то прибаливает у меня. Все никак до конца не придет в кондицию. А мы, кстати, сегодня пойдем, знаешь, куда? Куда? В ТДС. Куда? В ТДС. Это что такое? В Турклоке. Что? В магазин техники. А зачем тебе сегодня? Опять в магазин техники, я не пойму. Что ты там опять хочешь? Купи, чтобы можно было слушать. В общем, Ване вчера надарили денег, а деньгами он у нас распоряжаться не умеет. И я не знаю, что он там сегодня купит на эти деньги. В общем, что я хочу сказать в заключении? Что время, оно бежит семимильными шагами вперед. Что не успеваешь опомниться, как дети вырастают. Ване уже 8 лет. Я до сих пор, знаете, как у меня... Он в сознании еще такой маленький-маленький ребеночек, который закрывает двери, открывает в разные стороны, учится. Который усаживается ко мне на коленке. Который пылесосит. Вот знаете, учился он пылесосить там. Ваня, отдай пылесос. Нет, ему там нравилось включать, выключать вот это вот все. Несколько раз. Но я думаю, что вы сами помните и знаете, как это обычно бывает у детей. А сейчас он уже такой большой. Он уже выше пояса моего. То есть уже 140 сантиметров. У него уже есть по поводу всего свое мнение. То есть он каким-то образом мыслит, что-то мне уже подсказывает. Даже уже знает что-то, чего не знаю я. И то есть если я раньше для него была целая вселенная, то есть это мама, да, то сейчас уже на первый план выступают друзья, школа. А дальше будет все больше и больше. И недавно был такой забавный случай в магазине. Я разговаривала с женщиной, она выбирала конфеты. Я говорю, ну а вам конфеты? Она говорит, вот конфетки сыну нужно купить. Я говорю, ну а у вас сын-то какого возраста? Она говорит, ну 24 года. Я говорю, вот это да, сын. Ну конечно, он болеет, я хочу его порадовать. Вот жена, говорит, из дома выгнала, потому что жена беременная. И чтобы он ее не заразил, она его выгнала к маме. И вот мама дома за ним ухаживает, значит ему конфеток, там того сего набирает. И хочу сказать, что вот и моей маме, допустим, сейчас уже 70 лет, я для нее, несмотря на то, что я мама-ребенок, такой взрослый ребенок, то есть в любом случае остаемся для своих родителей детьми в любом возрасте. И это так здорово, когда у тебя есть вот мама, папа, это самые-самые близкие люди, которым ты всегда можешь прийти, рассказать все, что угодно, и получить от них совет, поддержку. То есть это, мне кажется, вот те люди, которые вот, ну, всегда рядом с вами. И что бы с вами ни случилось, вот единственное, кто с вами останется, это родители. В общем, ну, а всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь в следующем влоге. Пока-пока. Пока-пока. Убегай от снов и от прожитых лет Все равно ты себе не изменишь И от жизни возьмешь Только то, что тебе даст Господь И ни больше, ни меньше Огляни за собой Сколько в жизни сплелось Сколько судеб к тебе прикоснулось Пусть полжизни прошло Как у всех на ось И удача другим улыбнулась Поговорим за жизнь